Ну что же, раз все видно, слышно, давайте, наверное, приступим к теме нашего вебинара. Конечно, за последние несколько дней мировые финансовые рынки неплохо подросли, мы видели ралли, в основном, конечно, на российском рынке, многих это удивило, но удивительного ничего нет. В тот день, когда бумаги начали расти, там, по сути, помимо новости о вакцине, был еще достаточно сильный технический сигнал на покупку на дневных тайфреймах практически по всем бумагам. Ну, собственно говоря, вкупе еще с новостью о вакцине, российские биржевые индикаторы и большинство бумаг, в общем-то, вынесли достаточно серьезный верх. Что можно сказать про вакцину? Ну, наверное, все вы уже видели много информации о том, что вакцина – это все-таки перспектива не сегодняшнего и даже не завтрашнего дня, и даже не недели, и не двух ближайших. Это, скорее всего, перспектива уже 2021 года, и, возможно, что даже это где-то там конец зимы, ближе к весне. Но, тем не менее, наверное, как мы все помним, за последние несколько месяцев было много вот таких вот спекулятивных всплесков, которые выносили мировые фондовые площадки наверх. Потом этот рост сдувался. Ну, и здесь, собственно говоря, я, честно говоря, с одной стороны был немного удивлен тем, что, в принципе, новость о вакцине, о том, что она там на третьей фазе и 90% имеет успеха. Я об этом уже читал месяц назад, что в лидеры вырвались как раз две перспективные вакцины, которые проходят третье испытание, находятся на третьей фазе испытания. В общем-то, новость-то особо не новость. Но с рынком спорить, наверное, не стоит. В общем, то, что вышло, то и вышло. Что здесь еще можно сказать? Нефть вчера у нас тестировала отметку 45 долларов за баррель, даже чуть выше. Позитивным моментом была, конечно же, публикация уже после закрытия торгов от Американского института нефти. Там запасы сократились свыше 5 миллионов баррелей. Сегодня в 19.00 по Москве выйдут уже официальные данные от Минэнерго США. Ну и, собственно говоря, вкупе с динамикой на американских биржевых площадках нефтяные котировки вот эту новость уже, наверное, будут отыгрывать после закрытия наших торгов, после 19.00. Ну и, наверное, оптимизм или пессимизм перенесется уже на завтра. По американскому фондовому рынку. Опять же, на новостях о вакцине был задерг выше 3600 пунктов по СНП. Быстренько этот рост был, в общем-то, сдут. Все вы это, наверное, видели. Я выкладывал этот скрин в телеграме, в своем телеграм-канале. И здесь, конечно, заревает вопрос, что дальше. То есть, если вы все заметили, то новости про предвыборную гонку в США, там, кто станет президентом, они так плавно ушли вообще на второй план. И сейчас, ну, не то, что есть определенный новостной вакуум, но, тем не менее, рынки пытаются, да, как-то найти, от чего отталкиваться. Новости поступают противоречивые. Большинство как раз идет о том, что вот все-таки, наверное, рынки поторопились позитивно оценить успехи с вакциной. Ну, и да, действительно, логично, наверное, было бы все-таки мировым финансовым площадкам скорректироваться. Но здесь уже, знаете, как фишка ляжет. Ну, а о том, какие сигналы нам, да, будут поступать за рост или за падение, вот мы сейчас более, скажем так, подробно и обсудим в разрезе акций. Ну, сразу, наверное, забегая вперед, немного скажу по российской валюте. Рубль у нас, наверное, все вы заметили, то, что вчера на российском фондовом рынке продолжался бурный рост. Ну, а рубль по отношению к доллару, ну, начал как-то быстренько так сдавать свои позиции. Что можно сказать здесь? Ну, два варианта присутствуют. То есть, либо это была частичная, скажем так, фиксация прибыли на рынке акций и покупка доллара. Ну, второй момент, все-таки, либо вот это вот недоверие к этим новостям о вакцине, все-таки недоверие к тому, что нефть задолго, надолго задержится на уровне 70, о, спрошу прощения, да, хорошо бы, если было бы по Фрейду, и действительно было бы 75, но, тем не менее, у нас все-таки 45 долларов за баррель. Вот, а что надолго задержится на отметке 45 долларов за баррель. Ну, и, как мы видим, сегодня нефтяные котировки уже так немного отступали. Основная поддержка сейчас находится на отметке 42,90. И, собственно говоря, пробои закрепления под ней. Далее там 42,41, ну, и вот как-то дальше, наверное, потихонечку вниз. Если же все-таки нефть предпримет повторную попытку, речь идет о эталонном сорте Brent, повторную попытку пробития уровня 45 долларов, далее у нас есть уровень 46,50. Ну, вот если его все-таки Brent сумеет пробить, да, тогда у нас открывается дорога у нас вплоть до 50 долларов за баррель. Пока, да, это видится крайне маловероятным. Все-таки мы видим, что уже звучит и риторика из-за океана. Советники Байдена говорят о том, что неплохо было бы экономику там закрыть недельку на одну, на две. Но, опять же, Байден пока еще не президент, и в лучшем бы раскладе он станет президентом только в январе месяце. И тогда будет уже принимать какие-либо решения. Сразу хочу сказать по санкциям, да, повторюсь о том, что я много раз говорил, писал о том, что каких-то жестких санкций не будет. Со мной люди, конечно, спорили, но, тем не менее, видим уже и вся пресса забита подобными мнениями, что, скорее всего, жестких санкций в отношении России не будет. Ну, здесь очень просто, потому что все, что могли, уже с 2014 года ввели. А с ВИФТ и нефтяные эмбарго, ну, я не вижу никаких оснований для того, чтобы такие вот санкции вводились. Так, ну что, давайте посмотрим. Перейдем к вашим вопросам. Так, Сергей, все норм. У Дзюба видео хуже. Да, действительно, кстати, вы знаете, я это видео вот как-то вот пропустил. Все вот как-то рабочие моменты и буквально только пару дней назад узнал, что там, в принципе, произошло. И то из первого канала там на передачу Урганта. Ну, да, смешно. Так, все видно, слышно. Так, терминал видно. Так, давайте еще раз напишите, пожалуйста, видно ли терминал, а то я до сих пор так и не понимаю, видно его или нет. Доброго дня, как расцениваете распродажу крупных пакетов акций руководства в тенкомпании США, шурум-бурум? Да, ну, слушайте, конечно же, инсайдеры, если продают свои пакеты акций, особенно большие, это, конечно, негативный сигнал, если мы сейчас говорим о бизнесе, об Амазоне. Ну, и, собственно говоря, мы видели то, что после этой информации все-таки пошла коррекция в хай-теках, да. И, да, забыл вот как раз упомянуть, но, собственно говоря, в своем телеграм-канале я это сбрасывал. То, что сейчас постепенно идет перекладка из хай-теков в нефтяное и в банковский сектор. Это вот как раз усилилась такая тенденция на, опять же, той же новости о вакцине. Но сразу хочется сказать, что это будет происходить вот не прям вот хай-теки колом вниз полетят. Все-таки будет определенная волатильность и, наверное, на их, скажем так, вот падениях, конечно, можно, наверное, будет заработать, но нервы они еще помотают. Ну, допустим, мы видим, да, то, что если позавчера они сильно упали, вчера они скорректировались, ну, и вот идет движение определенным, скажем так, запилом. Так. А, по поводу Pfizer, да, то, что SEO Pfizer продал тоже бумаги как раз на новостях о вакцине, ну, там, слушайте, там объем совсем небольшой, 5 миллионов на 5 миллионов долларов, насколько я знаю. Может быть, ну, человеку там деньги понадобились, да, еще на что-то. Ну, как-то не тот объем, чтобы вот, ну, может быть, так вот кусочек фиксанул. Ну, в целом, вы, наверное, тоже все читали, то, что Pfizer вакцина, она достаточно такая сложно транспортируемая, хранится там что-то при минус 70-80 градусах по Цельсию. В общем-то, как-то так. Возможно, да, человек там считает, что пока вот не время, то есть на взлете на этом продал. Ну, в принципе, да, по идее продажа акций инсайдерами, конечно же, это такой звоночек, которому, наверное, стоит прислушаться. Вот, допустим, на нашем рынке, как бывает, иногда даже в ваших квиках, в новостных лентах можно увидеть такую информацию, что, допустим, владельцы там Лукоил, Олег Первов, Фидун купили, продали акции Лукоила. После того, вот как они купили, появляется такая информация. Конечно, она появляется не онлайн, то есть не в тот же день, когда они совершили сделку, но чуть попозже, но все равно бумаги там 3-5 процентов, как правило, прибавляют. Но здесь ориентироваться не стоит, что они там будут держать это долго, потому что, возможно, там 3-5 процентов с миллиарда рублей, это вполне себе неплохо. За пару дней потом пойдет там фиксация прибыли. Так что, но сам сигнал о том, что, допустим, там либо какие-то функционеры в Газпроме купили собственные акции, либо там еще кто-то, ну, это да, это неплохой такой сигнал в подтверждении тому, что бумаги в краткосрочной перспективе могут вырасти. Ну, либо уж, как минимум, там в среднесрочной. Всем доброго дня, акции Мосбиржи падают, наверное, из-за распродаж. Когда можно акции брать? Из-за распродаж, собственно говоря, где? На бирже, для Мосбиржи, для ее бизнеса очень хорошо, когда на рынке высокая волатильность, на высоких объемах. В принципе, как бы казино всегда в плюсе, что рынки падают, но даже на падениях, наверное, комиссионных больше получается, чем на росте. Поэтому здесь просто коррекционное снижение идет после бурного роста, после штурма исторических максимумов. Чуть попозже посмотрим на график Мосбиржи, посмотрим, что там происходит. «Байден, приди, порядок наведе». Ну да, наверное. Сейчас, видите, рынки заняты немножко другим. И вроде как получается Байден там позитивно, хотя это и до выборов уже активно в СМИ, в западных обсуждалось. Ну, по сути, да, если вот так смотреть, то любой президент, вот президентская ралли – это повод для того, чтобы рынком там подняться наверх. Попозже уже глобальные инвесторы будут смотреть на все инициативы Байдена, особенно когда, если он вступит в должность, будет первые сто дней, когда он будет делать всевозможные заявления по перспективам своих действий, и вот на это вот какая-то реакция будет. В целом, конечно, американский рынок, много вы, наверное, уже слышали о том, что перегрет. Goldman Sachs я тоже в Telegram вчера скидывал, заапгрейдил рынок, ну, причем, что самое интересное, апгрейдил его по экспоненте. То есть конец 2020 года, Goldman ждут S&P 500 на 3,700, далее 21-й 4,200 и там что-то там 4,400 или 4,500, я даже уже не помню. Ну, конечно, ориентироваться там на 21-й и на 22-й год, возможно, не стоит, да, по таким целям. Тут завершить бы 2020-й год, посмотреть, как он закончится. Вот, и, собственно говоря, пока мысли следующие, то есть, да, действительно, когда-нибудь эта коронавирусная тема закончится, если вакцина на подходе и, в общем-то, ну, давайте исходить из того, что, условно говоря, если к весне они будут готовы, понятное дело, что рынки начнут расти не прям весной, а это все будет заранее. Но перед этим вот сейчас нужно посмотреть, а будут ли они все-таки разыгрывать вот эту тему, что вакцина будет еще не скоро, что потребуется какое-то время и будет ли на этом коррекция. 4,700, если вот так вот смотреть, ну, в принципе, достижимо. Там 3,650, по-моему, 660 мы по S&P видели, да, в моменте как раз на вакцине. Может быть, там в рамках ралли Санта-Клауса, так называемого, да, может быть, такие вершины S&P 500 и покажет. Но сейчас, конечно, неплохо было бы скорректироваться. С другой стороны, если сейчас рынки продолжат, да, вот такой дальнейший рост по экспоненте, ну, значит, наверное, к концу ноября будет, даже не к концу, но после достижения там 3,700. Ну, тут тоже стоит отметить, не факт, что эти 3,700 будет, вот на самом деле. Может быть, хай это вот 3,650, там это уже был хай, и, в принципе, как бы отсюда можно корректироваться. Ну, тем не менее, как-то вот так это все пока видится. Так, Греф сказал сегодня, надо готовиться. К чему надо готовиться, что сказал Греф? Почему акции Мосбиржи не растут сейчас во время высокой волатильности на рынках? Ну, если бы они так нервно реагировали бы на любую волатильность, наверное, на рынке, ну, это было бы тоже не дело. То есть, получается, ну, вот как-то так. Тоже бумажки, как и все остальные, в принципе, торгуются в рамках, поддаются там техническому анализу. Так что здесь они не обязаны прям колебаться вот точь-в-точь там с рынком. Ну, в принципе, в связи с того, что акции, то есть, сама Мосбиржа расширила линейку инструментов, то есть, больше стала получать комиссии, там вот, если посмотреть, то объемы торгов там по иностранным акциям за последние там несколько недель были на рекордных уровнях. Ну, представляете, то есть, комиссия в плюс. Вот эти вечерние торги, да, которые проводятся на Мосбирже, ну, по сути, я не знаю. Они позиционировали как благо. На самом деле, вот, кстати, да, хочу поделиться своими наблюдениями и сказать то, что эти вечерние торги ничем, собственно говоря, на акциях ничем не отличаются от того, что есть и было на Форце, где торговались фьючерсы. То есть, никаких особых там движений нет. В основном движения разводные. То есть, либо там сначала они падают, потом вы днем увидите рост, ну, либо наоборот. Поэтому, наверное, увлекаться вечерними торгами не стоит. Ну, если только, скажем так, в разрезе краткосрочных спекуляций. Ну, а в разрезе краткосрочных спекуляций выгоднее, опять же, это делать на фьючерсах. Комиссия все-таки, если торговать на фьючерсах, там тот же Лукоил, ну, да, там ликвидных бумаг не так много, тем более на вечерке. Лукоил, Газпром, Сбербанк, сам фьючерс на РТС, РИ и фьючерс на доллар, рубль, СИ. Ну, в принципе, вот, как бы намного выгоднее, чем торговать, скажем так, спот и платить, как бы, более высокие комиссии. Поэтому, как бы, рынок вечером на споте, он, конечно, дохлый и неликвидный. Так, видно сбердневка. Ну, супер. Видно, маленький только. Нет, мы его побольше сделаем обязательно. Эксенмобил стоит подбирать. Ну, смотрите, что сказать про Эксенмобил. Честно говоря, смотря какие у вас горизонты, если там какой-то очень длинный, скажем так, инвестиционный, возможно, стоит. Но, как я уже сказал в начале вебинара, немного смущает тот факт, что нефть все-таки подобралась к 45, и, наверное, как-то долго ей здесь, возможно, и не светит пробултыхаться. Так что нужно смотреть на это дело. Сергей, прокомментируйте Татнефть. Спасибо. Да, Татнефть прокомментировал. Я сейчас быстренько пробегусь по вопросам еще. Так, а, ну вот, ну, в принципе, по всем вопросам я практически и пробежался. Так, давайте еще порублю, наверное, да. Что у нас с точки зрения техники получается по паре доллар-рубль? Наверняка такой вопрос все равно будет. Поэтому, чтобы его так предвосхитить, в районе 77,50 сопротивление у пары. Ну, и, в общем-то, пока мы видим, что и не добило, и вроде бы как отбилось. Но, а поддержку вы, наверное, уже поняли. Это район 76. Вот пробой 76 может привести как раз к укреплению рубля к отметке 75,32 на данный момент. Вот, пока, по крайней мере, о более каких-то, скажем так, больших целях по нему говорить, наверное, не приходится. Но, тем не менее, если пройдет уровень 75 успешно, ну, тогда замаячит уже перспектива 73. Ну, а пока, дай бог, пройти 76. Конечно, на паре сейчас я хоть и не очень люблю фигуры технического анализа, а-ля там голова с плечами и так далее. Вот, но, тем не менее, что-то там подобное на дневном фрейме формируется. И, опять же, повторюсь, пока вот 77,50 сопротивление в паре. Ну, и, скажем так, условно, не основное, конечно, но, тем не менее, тоже достаточно серьезное. Это 78. Возможно, он там пока поболтается в определенном диапазоне рубль. Ну, вот как-то так. Но покупать валюту на текущих уровнях, конечно же, не стоит. Так, давайте про Сбербанк, наверное, потому что были вопросы сегодня в моем твиттере. Озвучить Сбер. Я вот даже график приготовил, чтобы, да, по-быстрому по нему что-то там сказать. По Сберу у нас что? 4,245 у нас сопротивление. Давайте, да, дневные графики, сразу хочу сказать. Будем рассматривать. 245 сопротивление. Ну, и если пробивает, дальше у нас идет уровень 250. Ну, и, собственно говоря, 260, в общем-то, как-то так смотрится. Но с чем это, да, будет связано? Вот если пробьет, конечно, да, 245, наверняка здесь открываются вот сейчас вот в этом районе короткие позиции. И, то есть, пробой приведет вот как раз к росту, к достаточно быстрому, там, 250, 255, там, вплоть до 260. Ну, вполне он может сделать именно вот на там шортах. Ну, скажем так. И вообще по поводу коротких позиций я бы хотел бы сказать то, что если опыта торговли на фондовом рынке мало, как бы там руки не чесались, как бы вы потом, вот чего же я здесь там не зашортил. Лучше, наверное, не стоит, потому что, ну, как вы уже все знаете и понимаете, открытие коротких позиций, торговли, грана понижения, так называемая, это более рискованная, скажем так, поза, потому что она априори уже у вас с плечом. Вот. Так что я бы, наверное, первый год, ну, хотя бы полгода, как минимум, вот такими играми бы не увлекался. Так, Татнефть. Так, а что по Татнефти? Ну, давайте я все равно график, раз у нас сегодня с графиком. Есть поддержка основная, 500 рублей у Татнефти, вот, и сопротивление в районе 505-506. Вот. И, собственно говоря, ну, наверное, на дневном здесь не очень, да, видно. Давайте я сделаю помельче. Может быть, вот так, ну, так тоже, ну. Так. Может быть, так, что ли. Ну, да, вот так получше. Вот. Ну, и была попытка уйти на 550, там есть, это следующий уровень сопротивления, вот, от нефти. Вот. Но сразу хочу сказать, техника техникой, но бывает, что уровни не добивают и в других там случаях, да, перебивают. Просто такие вещи случаются, когда на рынках либо чрезмерная эйфория, либо чрезмерный пессимизм. Вот тогда уровни начинают прошибаться или, наоборот, там в конце движения уже идет недобой. В принципе, там 520 сейчас исполнено и пока, по крайней мере, вот не пробит вот этот круглый уровень 500. Сегодня бумага туда с утра опускалась, но шансов там не было, выкупили, да, и 505-506, как я уже сказал, у нее сопротивление. Если смотреть, скажем так, в более, вот как раз дневной график, если мы дневной график с вами посмотрим, то получается вот от нефти, как раз вот, если она уходит под 500, вот, то это будет, да, определенный негатив, ну, не мега там, скажем, какой-то сильный, следующая поддержка будет в районе 478, вот здесь. И далее там 460, сейчас пока, да, это с одной стороны выглядит невероятно, да, потому что, ну, получается, сколько у нас там практически, там больше, да, 10% вниз. Хотя нужно отметить, что так нефть, бумага с достаточно высокой бетой, да, по отношению к тому же Лукоилу, по отношению, там, к Роснефти, так что вполне может быть. В общем, ну, здесь нужно быть поаккуратнее и смотреть вот за уровнем 500. Если прошибается, ну, первая поддержка, как я уже сказал, в районе 478-480. Но если здесь все-таки проторгуется и у нас будет очередная, там, волна позитива, то 550, 556, то есть сделать она вполне легко может быть. Вот вчера у нее были все шансы, но вот пока оставим еще как одно из сопротивлений, да, пусть как раз у нас получается 520. Почему растет интерао, тогда как другие фишки сделали по плюс 10? А, не растет интерао. Ну, сложно, я уже говорил, что с энергетикой я, скажем так, не очень дружу, практически никогда она не входила там в мой воч-лист, и особо я и никогда не торговал, только, может быть, Мосэнерго там пару раз за все время, сколько я вот на фондовом рынке, а на фондовом рынке я уже 15 лет. И Росгидро, да, и Мосэнерго, поэтому, ну, наверное, вот как-то так. Пару слов о аэрофлоте. Ну, вы, наверное, тоже помните то, что именно в вебинарах и в роликах я говорил. То есть в чем может быть позитив в аэрофлоте? То есть это корпоративные какие-то новости, ну, и вот мы увидели то, что смена, да, генерального директора, там, прошлый там директор там ушел, стал министром. Вот, ну, рынок расценил это как позитив. И второй момент, это, конечно, вакцина. Вот, собственно говоря, два позитива в бумагах аэрофлота. Поэтому, чем мне не нравится вот такого плана бумаги? То есть когда позитив именно исходит, либо от каких-то корпоративных новостей, либо там ожиданий чего-то совсем там долгосрочного. А вот. Ценник, да, неплохой, но, знаете, то есть тот, кто, допустим, в этот раз купил аэрофлот и, в принципе, еще и заработал на этом деле, да, вот пока на этом выносе. На будущее я бы такие бумаги, наверное, все-таки бы не советовал бы рассматривать. Вот. Потому что все-таки можно так влететь, особенно когда на более там высоких уровнях. Ну, вот примеры тому Мечел, который там можете полюбопытствовать. Откройте максимальный график, какой у вас есть, и посмотрите, что там вот, в общем-то, в принципе, в Мечеле было. Ну, и таких примеров на фондовом рынке предостаточно. Так, давайте посмотрим, что у нас тут с аэрофлотом. Так. У меня есть просто свои шпаргалочки, по которым я смотрю. Вот. Шпаргалка в том плане, там, коллаборация моей системы, плюс там кое-какие там фишки. Так. По аэрофлоту. Основная цель роста будущего, если он состоится, ну, точнее, не основная, а первая, это 72.60. Поддержка сейчас у нас на 63.55 основная и на 62 рублях. Выглядит это все как-то так. Сейчас аэрофлот, скажем так, он, если с точки зрения дневного графика мы рассматриваем, то он формально находится в покупке. Формально. То есть, она как раз прошла после того, как он пробил уровень 60 и, в общем-то, там вот как раз были для этого все предпосылки созданы. Ну, собственно говоря, даже вот 63.55, это есть еще одна мини такая поддержка. Ну, как мини, в принципе, нормальная. Это 65. Пока вот он находится выше нее, ну, вроде бы все как бы и ничего. Вот. Но здесь, опять же, спекулятивно, наверное, я бы вот в такие бумаги не играл. Если рассматривать со стратегической точки зрения, да, какое-то долгое будущее, то, что восстановятся экономики, полетят самолеты, ну, можно, наверное, отложить. То есть, как-никак, бумага, скажем так, компания, точнее, полугосударственная, вот, но тоже, знаете, с другой стороны, каких-то негативных сюрпризов нельзя исключать. Поэтому, что здесь вот, ну, технические стороны в бумаге я обозначил. Так, ваша вторая фамилия Верников, почему Верников? Так. Есть ли у вас облигации в портфеле? Нет, сейчас нет. Когда ждать коррекции на Мамбе? Офц. Ну, вот, всех, да, интересует этот сейчас вопрос. Когда же будет коррекция? То есть, сначала все ждали, когда же будет рост, а теперь основной вопрос – это, когда будет коррекция. То есть, вроде немножечко подросли, уже всем нужно срочно скорректироваться. Знаете, по времени вообще таймфрейм, ну, как бы вот тайминг, точнее, штука такая неблагодарная. То есть, и особенно изумляют иногда вопросы люди задают, а сколько будет стоить та или иная бумага, или там доллар, или там нефть до конца там года, да, вот, я не знаю, 31 декабря 2020 года. Тайминг вас будет просто там сбивать. Тайминг – это вообще условно, скажем так, такая штука условная. То есть, если вы собрались там брать какие-то бумаги в долгосрок, просто приготовьтесь, сколько, во-первых, выделите те деньги, которые вам не понадобятся на пару лет как минимум, а лучше, чтобы больше, да, и уже вот подходите с этой точки зрения. То есть, здесь все, может, вы, вот знаете, такой отскок большой, никто не ожидал, те, кто купил вблизи дна, и, может быть, кто-то рассчитывал там держать очень долго. Ну, а получилось, что вот им подбросили это все там буквально за считанные дни. Поэтому часть там людей зафиксировалась, и все. Поэтому, когда здесь ждать, бог его знает, честно говоря, поддержка на индексе Мосбиржа вот сейчас локальная, это чуть ниже трех тысяч. И далее у нас 2,943 и, собственно говоря, 2,890. Вот такие вот поддержки. До них пока еще далековато. Поэтому пока все у нас торгуется, ну, скажем так, условно говоря, каких-то предпосылок для продажи, вот такого четкого сигнала на продажу нет. Сразу хочу сказать, вот как, допустим, открываются те или иные позиции. Ну, допустим, давайте вот сейчас, раз все ждут, ну, многие ждут там снижения по индексу Мосбиржа, да, и по отдельным бумагам. Шорт, он может быть открыт от какого-то исторического максимума, либо от локального уровня там сопротивления. Но все равно создаются риски того, что пока, то есть, нет сигнала на продажу, у вас есть риск, что вас вынесут дальше. А сигналы на продажу, они находятся значительно ниже. То есть, вот такая дилемма. Либо рисковать, и пока рынок находится в бычьей фазе, либо подождать все-таки какого-то разворота, да, но не потерять там, ну, не потерять, а не добрать, скажем так, 5-6 процентов. Но войти там надежнее, и, соответственно, и взять с этого прибыли меньше. Поэтому вот как-то так. Ну, это отдельная тема, об этом, как бы, нужно этому посвятить не один час. Фьючерс на индекс РТС. Так, индекс доллара как оцениваете? Честно говоря, вы знаете, я вот сам индекс доллара ничего сказать не могу. Я потому что на него просто не смотрю. Так. Фьючерс на индекс РТС. Ну, давайте посмотрим. Я просто тогда график здесь, наверное, его открывать не буду, чтобы побыстрее было. У меня он на другом мониторе, в принципе, есть. Поэтому давайте посмотрим, что там новички у нас происходят. Так, фьючерс на индекс РТС. Ну, вот в пограничном состоянии, кстати, находится фьюч. Фьючерс на индекс РТС. Фьючерс на индекс РТС. И тогда, возможно, вот как раз и будет счастье. Но следующая поддержка – это район 19500. Где-то так. И вот более такой сильный сигнал уже будет на продажу. Точнее, он там сформируется. Это вот проход уровня 19500. Ну, это на сегодняшний день. Так как пока мы не видим никаких намеков на падение. Поэтому, как бы, эти уровни немножко могут и подтянуться. Либо опуститься чуть ниже. Ну, и, соответственно, сопротивление у нас находится в районе 125-300. По фьючерсу на индекс РТС. Так, а про зуму что скажете? Ну, что сказать по зуму? Зум вырос достаточно неплохо. То падение в моменте, которое там было на 20%. Бумага высоковолатильная, сами видите. И, наверное, уже брать стратегически, ожидать, что это еще удвоится, утроится. Ну, наверное, смысла особого нет. С технологиями нужно быть все-таки поаккуратнее. В общем-то, вот как-то так можно сказать. Спекулятивно там достаточно, наверное, все-таки, по крайней мере, вот с той волатильностью вниз-вверх будет неплохо. Но здесь нужно все-таки уметь работать на такой волатильности. Газпром в свете объявленных санкций по СП-2. Насколько они критичны и как проведет себя эта бумага? Да, собственно говоря, они не особо критичны. Вчера в моменте Газпром там как-то худо-бедно на это отреагировал и не более того. Поэтому не знаю. Давайте посмотрим по-другому немножко на Газпром. Так, вот он, замечательный Газпром. Так. 175 основное сопротивление у Газпрома на данном этапе. Сейчас я открою. Так. Там, кстати, вполне еще как бы не добил Газпром своих целей наверху. Вот. Скажем так, вот забегая вперед, Лукоил добил. Это уровень 5000. Вот. А Газпром вот пока не дошел. У Газпрома 77,58 первое такое значимое сопротивление. Ну и далее там 188,05. Ну пока вообще 188,05 совсем рано говорить. Да и 177,58 вот это вот тема более близкая. Ну нужно каким-то образом закрепиться на 175. Пока он не хочет. Хотя и чувствует сегодня лучше рынка. Газпрома, что можно сказать? Здесь основная опасность просто заключается в том, если, я уже говорил, наверное, об этом неоднократно. Если он ныряет, ну вот пока, по крайней мере, удается его выкупать там и выносить выше 170 рублей. Ну как только он нырнет под 170, так на будущее. Это не базовый сценарий, но такие вероятности вполне могут быть. Если он ныряет под 170 и потом пройти данный рубеж не сможет, там 170, 171, скажем так, тогда он рискует вернуться. Сейчас я не знаю, получится показать это или нет. Да, тогда он может вернуться вот в этот вот такой вот многолетний диапазончик. Здесь вот нужно быть весьма, скажем так, аккуратными. Вот как раз он буквально на прошлой неделе тестировал верхнюю границу данного диапазона. То есть заходил туда, пока его оттуда выкупили. Ну чем дальше это закончится, сказать сложно. Так что будьте в этом плане с Газпромом внимательны и осторожны. Так, вот, наверное, да, надо вот как-то так с графиком. В 2021 году, как думаете, дивиденды будут снижены по голубым фишкам? Думаю, определенно. Особенно это коснется нефтегаза. Вот, единственное, наверное, неплохие дивиденды останутся в секторе черной металлургии. Но бумаги, на мой взгляд, все-таки экстремально дороги. Особенно Северстали и НЛМК. Там по НЛМК новые исторические максимумы. Я уже, мы с вами это уже обсуждали. Поэтому вот как-то так. Но в целом, да, дивиденды будут ниже. Но смотрите, какая может быть ситуация. То есть и бумаги могут быть значительно ниже, да, чем они были, допустим, на своих пиках там в 2019 году, там в начале, в самом 2020 года. Поэтому, как бы, ну, скорее всего, рынок, понятное дело, это дисконтирует тем или иным образом. Газпром. Интересные ваши мысли. Так, Газпром. Ну, про Газпром я уже только что рассказал. ГП вроде тоже в покупке. Да, совершенно верно, он в покупке. Но, как бы, 168, 168, 65 поддержка, 166, 29. Ну, и сопротивление 175 и 177, 58. Вот как-то так. Так. Так, Сергей Самсонов, Вашевстарев и Верников. Это был вопрос, шутка, человеку, задавшему вопрос про аэрофлот. Есть ли у вас мнение по Совкомфлоту? Как-то я уже высказывал, бумаги, вот все бумаги, которые, да, выходят на рынок, если вы не обладаете каким-то инсайдом по данному, да, эмитенту, по данной бумаге, по планам крупных игроков на данную бумагу, то нужно ей просто дать потаговаться, посмотреть. Вы сами видели то, что перед IPO прям мегапозитив был по бумаге, как там все здорово, как классно. И сами видели, чем это все, во что это все вылилось на самом IPO. Но, в принципе, я уже говорил неоднократно, то, что большинство наших IPO, там процентов, наверное, 85-90, они заканчиваются вот таким вот снижением после того, как бумага попадает на фондовый рынок. «Говорят ли огромные объемы на росте, что предпочтительно лонги?» Это только они, знаете, когда могут послужить определенным сигналом, когда рост-то только зарождается. И в один из дней мы видим тоже рост на экстремальных объемах. Вот тогда да, наверное, дальше у нас будет такое продолжение движения, подтвержденное этим большим объемом. А когда рынки уже серьезным образом подросли, и наверху уже мы видим большие объемы, то это может говорить и, как бы так сказать, и о частичной разгрузке лонгов. Но вот о чем я в начале вебинара и говорил, что очень странная была ситуация. То есть вчера наш рынок вроде локальные хаи обновлял, а рубль пошел вниз. Ну вот одно из предположений, то, что была аккуратная фиксация, в изрядно, ну не изрядно, по хорошо подросших бумагах, и, собственно говоря, перекладка в иностранную валюту. Так, «Русал», «Роснефть». Ну, по ИНЛМК я уже сказал, ИНЛМК исключили из индекса, а он в рост. Назло, что ли? Нет, почему? Просто бумага не росла до этого. Поэтому, как бы, здесь же на фондовом рынке, как покупай на ожиданиях, продавай на новостях. Поэтому изрядно подлили ее на ожиданиях того, что она будет исключена из индекса. В тот день, когда это случилось, там тоже был еще тычок вниз. Поэтому, как бы, все справедливо, все норм. Теперь частичная бумага отыгрывает эти потери. Но, в целом, конечно, то, что ее исключили из индекса, она будет просто похуже, чем, там, коллеги по цеху, скажем так. Так, Мосбиржу, да. Да-да-да. Сейчас, давайте начну тогда с Мосбиржи, раз обещал. Мосбиржа. Так, давайте здесь, наверное, посмотрим, тоже на график. Ой. Так. Ну, здесь отчетливо просто вот видно, да, есть поддержка на уровне 130 рублей. Вот. На самом деле, она чуть-чуть там ниже проходит. Это 120, 127,20, ну, вот в районе 127 плюс. Вот. Пока бумага, собственно говоря, находится в продаже. Вот. Сопротивление первое у нее, это 136,58. Если бы она, ну, здесь просто не очень, да, видно, потому что недельный. Ну, просто, ой, дневной. На дневном просто получше видно, да. Формацию по бумаге. Вот. 136,61 сопротивление, 138,42. Ну, и, собственно говоря, район 130. Ну, вот в прошлый раз она от 130 отбилась. Вот. Но, тем не менее, нужно здесь понимать, что есть еще поддержка. Вот. 127,20. Пока вот так. Вот. Ну, формально она снижается. Но сигнал на покупку будет после того, как закрепится, это на текущий момент, над уровнем, там, 138,40. Обязателен ли рост полиса и полиметалла при росте золота? Думаю, что совсем не обязательно. Движение ВТБ поддается анализу? Абсолютно поддается. ВТБ, кстати, достаточно технично, хочу вам сказать, ходит. Поэтому вполне себе там все поддается. Давайте посмотрим. Все прекрасно, все чудненько. Сейчас вот мы на более старших надневки посмотрим. Все замечательно. Вот 3 копейки. То есть, ну, вот здесь вот, правда, не дотянули, но хочу сразу сказать. То есть, недобой, перебой уровня, как я уже говорил, это норм. Поэтому, как бы то, что он там не дошел, перешел, но тоже. То есть, уровень нужно рассматривать плюс-минус вблизи. Иначе, вот как у меня получилось, на 31, я тоже рассчитывал его взять, вот на этом снижении, что он добьет до 3 копейка, а он нет. Сопротивление сейчас 0,35. Далее, это будет 0,38, 0,39. Ну да, 0,38. И основное у нас как раз в районе 5 копеек. что ВТБ ходит достаточно технично, и в этом плане единственное, что фундаменталу бумаги так себе, а по технике вполне. И, собственно говоря, вблизи там 3 копеек, ну, почему нет? ну, здесь опять та же история, что как бы покупать ее просто можно из-за того, что она там сильно снизилась. Ну, вот в предыдущий раз, когда она не добила до 3 копеек, ну, вышел там функционер банка и в очередной раз пообещал, что все будет гуд, что будут большие дивиденды, вот, что там будет выкуп, там, префов, ну, и все будет отлично. Ну, вот как-то так. Пока вот, ну, из-за своей перепроданности поддергивают бумажку. Так, давайте по Русалу, по ИНЛМК, ну, что там по ИНЛМК говорить, исторический хай. Так, давайте Русал посмотрим, да? ну, да? да? Так, сейчас, одну секунду. Слушайте, что-то я у себя его найти не могу почему-то. Почему, не понимаю. Да, не могу найти, и все. Так, ну, в общем, куда-то он у меня исчез. Куда понять не могу. Ну, ладно, бог с ним. В диапазоне зажата бумага, вот, и здесь тоже вот на дневке отчетливо видно, вот, поддержка 30, вот, видите, очень все технично. Вот, когда-то это было сопротивлением, которое только с четвертого раза там пробилось. Вот, как раз, когда раз, два, три, да, если не идет снижение дальше, вообще-то там тройная вершина, но здесь это не тройная вершина. Тройная вершина, там двойные и тройные, можно рассматривать только на, там, исторических максимумах. Кстати, у ПНЛМК, если открыть, вот, там тоже якобы вот такая штука была, только на хаях. И с четвертого раза, по-моему, или с третьего, с третьего, наверное, было это все пробито и улетело. Вот, поэтому 30, поддержка, соответственно, пробой там 30 приведет к снижению куда-нибудь там в район, вот, 25. Ну, и здесь у нас вот где-то район 34, насколько я понимаю. Да, так, сейчас, секунду. Да, 34.15, 34.20. Вот, пока это сопротивление. Наверное, за основу лучше взять 35, потому что это просто, наверное, скорее всего, недобой к уровню. Ну, вот, если 35 бы прошла бумага, тогда на 40. Поэтому все, диапазон 35, вот, да, 35 на 30. Ну, вот, как-то так. В такой ситуации, ну, что можно сказать? Если спекулятивно торгуете, нужно ждать выхода из диапазона. Так, Роснефть. Ну, Роснефть, собственно говоря, она практически и шла в фарватере вот этого роста. Чуть-чуть там отставала в начале, но потом там каким-то... Ну, что сказать? Она и не упала так, как Лукойл с той же Татнефтью, условно говоря. Почему это произошло? Потому что все из-за той же вот налоговой, налоговых, скажем так, инициатив в отношении нефтяников, да, под, скажем так, молоток которых попали в большей степени Лукойл с Татнефтью. Поэтому то, что на рынке есть такое правило, которое, конечно, работает не всегда, может быть, но, скажем так, в основном. То есть, что не падало, то там особо и не растет. Поддержка основная у Роснефти сейчас находится в районе 399 и 389. Вот, видится как-то так. Пока, по крайней мере, формально бумага, скажем так, в покупке. Но бумага смотрится как бы подороже своих собратьев. Ну, опять же, вот по понятным причинам, которые я вот уже озвучил. Так что вот как-то так смотрится. Не знаю, есть ли там у нее шансы пойти выше. Опять же, если, может быть, будут какие-то мега корпоративные новости, да, либо у нас сейчас нефть там взлетит куда-нибудь в небеса. Может, она повыше и пойдет. А так 399.50, а первая, собственно говоря, поддержка. Да тут-то и... А, ну, наверное, на Дневке-то и понятно. Ну вот, да. Так, ну, про полюс и полиметал, наверное, особо ничего сказать не могу. Потому что... Ой, прошу прощения. Вот. Все же золото немножко не может определиться с направлением движения. Бегает в диапазоне. Сегодня вот опять, по-моему, если я не ошибаюсь, там был район 1860. Сейчас пока просто не вижу, отбилось ли золото или нет. Но, по крайней мере, был сформирован диапазон 1860 на 1950, там, 1950+. Вот как-то так. Ну, напомню, что поддержка локальная, да, это 1850, 1860 и основная 1800. Вот пробой 1800, это негатив будет для золота. И далее там 1650, 1600 замаячат вот такие вот уровни. Так, ну что, похоже, что на все вопросы ваши я ответил. Надеюсь, как бы исчерпывающе. Вот. Поэтому всех благодарю за участие. Большое вам спасибо. В записи вебинар будет уже завтра. Ну, а следующий, традиционно, в следующий четверг. Также вот я бы, честно говоря, посоветовал бы вам не игнорировать там вебинары моих коллег. Тоже там записываться, участвовать. Это Дмитрий Александр, Андрей Верников. Тоже какие-то полезные вещи для себя вполне можете узнать. Ну, еще раз всех благодарю. Ну, и до следующего четверга. Всего доброго. Удачных торгов.